Стальной хват России! Привет большой! Подписчики на канале YouTube, привет большой! Паша, Гусев, тебе отдельный привет! За идею огромное спасибо! Идею кинули в массы, ребят, вы должны понимать, что надо делать, куда идти, что покупать, и как это будет в конечном итоге выглядеть. Вчера я вам показал вступительный фильм, как и что, какие арматуры, какой диаметр. С этим ночь переспал, вчера мы еще попробовали. Володя Левшин, Володя Вирс, Кириллов, все были здесь, ну и я. Значит, к чему пришли? Значит, я эту трубу, шланг, обрезал на 80. 80. Арматуренный внутри теперь 75. Почему так сделано? Я решил подогнать к размеру твистера. То есть, чуть-чуть больше размера твистера, потому что труба 80. Этот твистер 110, Алексея Ручева, он на 72. То есть, как бы, чуть-чуть побольше. Да? Видите, да? Тяжело очень держать все на весу, но вы понимаете, о чем речь идет, да? Вчера трубка резиновая была метровая. Теперь она стала 80. Убираю. Не буду вам эти все размеры показывать, вы мне должны верить на слово. Итак, 80. А внутри арматура сама, шестерочка, сделана 75. Чтобы по 2,5 сантиметра у нас под щопы, под заглушечки, было пространство. И плюс, когда мы начнем сгибать стержни, если одинаковая будет трубка и сам стержень, они будут вылезать. Некрасиво будет. По 2,5 сантиметра на растяжение достаточно. Итак, вот это сделано теперь не 90, как вчера, а 75. И что получается? 90 и 75, ребят, это серьезная разница в длине. Соответственно, разница в нагрузке. Так как нам надо дублировать закрытие металлических твистеров, и дуга огромная, 75, просто вот длина арматуры, даст, в принципе, тот же момент сгиба, как и железо. 75. Но, получается, я сюда, вот сейчас я вытащил, и если бы вы посчитаете, здесь осталось 9. И вот 10. Я, Паш, тебе сказал, и в общем-то я был прав, потому что, ну как-то, наверное, уже столько лет могу примерно понимать, что к чему. Ну, я сказал, что 10 штук в длине 75 будет, ну, сверх тяжело. Вот 10 я вставляю, вот это 10. Здесь отцентровать надо, ну, путем заглушек, чтобы все они, в общем-то, уперлись в одну заглушку, с этой стороны уперлись в другую заглушку, да. Ну, я пока пальцами это дело вот отцентровываю. Вот, я чувствую, как бы, что они все стоят вровень. Итак, 3, 6, 10. Смотрите, беру я, и еще надо будет, естественно, вот эти 2,5 см с каждой стороны изоленты белой отметить. Чтобы вы понимали, что от и до изоленты, это и есть длина самой арматуры. А это заглушечки. Заглушки любые можете делать, ну, как угодно. Из дерева, там, из пластмассы, я не знаю, или профессиональные заглушки под эти трубы. Но я еще не закончил. Я вам пока только покажу, что такое 10 по 75. Я примерно вот чувствую, вот, рукой я отступил здесь и здесь. 10 штук. Паш, что я тебе и говорил. Все. Силы мне додавить не хватит в любом состоянии. Пусть я сейчас разбитый, но я понимаю, что это мне не потянуть. Значит, 10 получается притык. Ну, если для меня, ребята, многие слабее, там, 90%, 99% слабее. Поэтому 10 им вообще будет за глаза. Итак, получается, это труба. Это, оказывается, цифры давления, какое выдерживает. Труба высокого давления 0,63. В каких там единицах давление измеряется. 32 внутренние, 41,5 внешние. 41,5, ну, как бы, я в замок-то могу схватить и продавить могу, потому что 4,5 сантиметра. Но прудков-то всего 10 заходит, а уже не 15. 15 у нас заходило, когда длина 90 была. И 15 залезало. Соответственно, что делаем? Ребята, ищем трубу внешний 30, внутренний 22. Паша сказал, что такие трубы есть. Значит, в 22, в трубку, в 22 внутреннюю, зайдет как раз 10 штук. 10. И плотностью, полностью заполнят пространство. 30-ка внешняя. Это уже даже для маленьких кистей будет удобно взять, потому что китаец у нас 35-37 диаметр, что мы беремся. А тут будет 30. Гриф удобно, удобнее. Я, значит, считаю, что это будет оптимально. Итак, трубка сама, резиновая, высокого давления 80. Нарезаем арматуру на 75. Примерно как твистера. Все. Делаем отметки по 2,5 см с каждой стороны белой изолентой на черном фоне. И вот до белой изоленты мы будем знать, что нам надо браться рукой. Ну, соответственно, чем ближе в сторону центра, тем... Ну, как в твистерах. Сдвигаем кисть. Один палец скидываем. Два. Вплотную к пружине. На пружину. Итак, я убираю одну 75 и убираю вторую 75. Оставляю 8 прутков. Вот, видите, на камеру хорошо видно. 3, 6, 8. Итак, здесь я пока пальцем смотрю центровочку. Ну, чтобы прутки я нарезал достаточно ровно, можно это еще ровнее сделать. И получаем 8 прутков. 8 прутков. Отступ по 2,5 примерно. И закрываем. Стабилизаторы чувствуете, как... Вау, вау, кидают. Плюс трубка наполовину. То есть еще место в половину. И она продавливается. Неудобно получается. То есть сами прутки там внутри гуляют. Соответственно, мне тяжело прожать. Но 8 я прожимаю. Сейчас еще раз. Оп. Вот и все. Все вам рассказал. Паш, я первый эксперимент провел. Решил тебя не ждать. Обитель работает на обережение. Итак, трубка 30, внутренняя 22. Пойдет тогда толщина 4,5. Прутки 75 длиной. 10 штук за глаза. Конструкция неубиваемая. Вот смотрите. С высоты почти 3 метров своих. Из Полинских. Я уронил резиновый шланг. Ничего и не будет ему. Вчера вы видели, как Анатолич получил по голове. И вот представьте, если бы он получил по голове с Ту-5, допустим, твистером. Соткий твистером. Да любым металлическим твистером. Чертова знаю, что бы произошло. Потому что мы уже тут кровь пускали. А резиновый шланг. Ну, вот тут он пал. Ему ничего нету. Можно топтаться. Ходить по нему. И плюс это все повторение. Вот это длина повторения твистера. То есть, если даже вы не занимались твистеров и никогда их у вас не было. Вы возьмете вот такую штуку. Так сделайте, что я объяснил и рассказал. И работайте. Дойдете до 10 брутков. Длине 75. Сделайте 70 длину. Обрежьте по 5 сантиметров. И будет вам счастье. Я не думаю, что в длине 70-10 прутков. Вот, в общем-то, можно закрывать свободно. Когда вы можете заказывать 110 твистера, закрывать его свободно. Все. Вот такое видео дополнение ко вчерашнему получилось. Все приходится на практике. Понимание приходит. Вкус приходит во время еды. Вот так я вам все рассказал. Показал. Мне помогали. Но я не буду говорить, не показывать, кто помогал. Пришел ко мне человек. Помогал делать. Обрезать. Нарезать. Для вас мы вдвоем сняли видео. Все. Работайте. Ну, можно будет обращаться. Я еще предложение размещу в группе. Все. Всем пока. Встречаемся в обители. Встречаемся в обители. Спасибо. Спасибо.